приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание лавровому листу поговорим о практиках связано с лавровым листом а также поговорим о том как с помощью лаврового листа вы можете привлечь деньги изобилие достаток и благополучие в свою жизнь далее очень важная ценная информация поэтому досмотрите это видео до конца знаете мы казалось бы вот лавровый лист незавидная специя которой пользуются все приготовления множество блюд и лавровый лист придает еде такой знаете своеобразный вкус и приятный аромат и многие скажут но что же в нем такого необычного оказывается что мы не знаем всего того на что способен лавровый лист всех его тайна поэтому не используем его свойства в полной мере используя для себя поэтому сегодня давайте поподробнее поговорим о том что представляет собой специя лавровый лист и возможно вы много из услышанного возьмете себе во внимание по-другому посмотрите на то как можно его использовать в своей жизни лавровый лист во все времена олицетворял собой бессмертие целеустремленность силу победу и чистоту помыслов существует даже древнегреческая легенда о том что нимфа реки реки дафна не испытывала чувств к юноше по имени аполлон воспылавшего к ней страстью не хотела свою жизнь связать с ним и попросила богов превратить ее в ароматный вечный зеленый куст лавр просьба была услышана и исполнена однако аполлон не успокоился он боготворил это растение и чтобы не расстаться с любимой сплел венок из лавровых листьев и постоянно носил его на голове украшала листьями и веточками лавра свое жилище все в давние времена люди заметили необычные очень сильные свойства лавра его способность приносить большой успех наделять властью помогать в любых делах начинаниях а также в любви оберегать от любого вида зла поэтому головы успешных выдающихся людей и воинов того времени стали украшать венками из лавровых листьев это помогало им сохранить достигший ними успех а также являлась признаком всемогущества так как лабора считались священным деревом многие из вас даже не подозревают что с помощью лаврового листа можно притянуть свою жизнь денежное благополучие богатство что он может стать мощнейшим магнитом который при вытягивать будут все это вашу жизнь благодаря этим свойствам лаврового листа мистики веточки принято развешивать по жилью а также на рабочем месте будь то в офис в офис магазин или даже мастерскую для того чтобы привлечь потоки денежную энергию в свою жизнь либо клиентов лавровый лист часто становится спутником человека сопровождая его в личных вещах чаще всего это кошелек поэтому вы можете положить лавровый лист карман предварительно завернув его в красную или как вариант зеленую салфетку чтобы его присутствие не выдавал запах берут его с собой например на заключение сделок на подписание контрактов на собеседование рассчитывая на его помощь на энергетическом уровне и вы знаете существует немало простых и очень действенных практик которые способны приманить денежную энергию с помощью лаврового листа самое что не есть простое средство что поможет вам привлечь деньги ваш дом это завести у себя на подоконнике лавровое деревце как будто она расти зеленеть так и будет сохраняться приумножаться и ваше благополучие но чтобы энергетика вашего деревца помогала вам ваших помыслов нужно ему обеспечить должный уход протирать листочки от пыли обязательно белой натуральной тканью своевременно поливать проделывая это не забывайте разговаривать с ним снова должны вы быть слова ваши должны быть чистосердечными и добрыми но чтобы усилить влияние лавра закопайте в горшочек три монеты желтого цвета желательно самого большого номинала который окажется у вас тот момент когда вы решите проводить эту практику одинакового номинала и проделывать из проделывая это повторяйте слова ты лаврушка мне услугу окажи деньги в моей жизни притяни как быстро растут листья у тебя такие деньги появляются у меня после того как проговорите данные слова повяжите на нем бантик из красной ленточки а когда будете вязать проговорите такие слова красную ленточку вяжу помогать мне тебя прошу чтобы в жизни я проблем не знала и в богатстве проживала заговоренное деревце будут расти освещаясь солнечным и лунным светом а это уже будет усиливать его энергетику притягивая в дом денежную энергию также правильно заговорить лавровый лист чтобы он притягивал деньги ваш кошелек для следующей практики вам нужно купить пачку лаврового листа и коробок спичек старый не подойдет из нее нужно выбрать веточку на которой цена который имеется три и более листиков ее используем в качестве денежного магнита и так вечером вам нужно оторвать один листочек и его поджечь подождать и пока когда появится дым трижды проговорить такие вот магические слова дым ароматный вдыхая я ним а корю оку и все себя деньги в скорости появятся у меня в них нуждаться не буду никогда я и далее дымом курите себя и веточку с оставшимися листочками далее глубоко вдохните трижды этот дым после чего пройдитесь по всем комнатам и наполните ароматом лаврового листа весь свой дом далее сожгите листочек до конца пепел развейте в окно а затем от веточки оторвите еще один листочек спрячьте в потайной карманчик в кошельке будете прятать загадайте желание чтобы чтобы вы хотели чтобы он притянул вашу жизнь и она обязательно исполнится да и ваш кошелек никогда не будет пуст веточку с оставшимися листочками спрячьте в то место где у вас сберегаются деньги с этого момента энергетика лавровых листьев поспособствует тому чтобы благополучие наполняла ваш дом а деньги кошелек лавровый лист поможет притянуть в дом и доход в большом количестве для этого вам понадобится 8 листиков лавра понадобится масло пачули на каждый из листиков капните по капельке масла масло пачули поможет привлечь богатство и 2 вот денежной энергии переплетаясь в один а помогут приумножить вам все мыслимые и немыслимые блага далее листики разложите в местах где вы храните деньги когда будете их раскладывать нужно проговаривать такие слова две энергии воедино сплелись что увеличивало их силу в большем количестве деньги придут и в мой дом и навсегда останутся в нем с помощью лаврового листа можно привлечь свой дом и благополучие но чтобы энергия процветания присутствовала в доме чтобы жизнь была более интересной разнообразной наполненной положительными эмоциями можно использовать следующий ритуал для этого возьмите веточку лавра привяжите к ней на 7 узлов желтую ленточку и купюру любого номинала но обязательно эту банкноту нужно будет свернуть трубочкой и на каждый завязан завязанный угол проговаривайте такие слова узлы вяжу денежную энергию удержать хочу чтобы в доме моем осталось и я с ней никогда не рассталась поместить этот денежный талисман над входной дверью следующие месяцы на растущую луну снимите его развяжите узлы лавровые листья разместите по жилью в труднодоступных местах но и не забудьте место где сохраняются ваши сбережения и конечно же свой кошелек купюру отдайте на благотворительность ну а чтобы деньгам легче было найти дорогу ваш дом возьмите 8 лавровых листиков по 2 листика свяжите зеленой ниточкой и разложите их крестом под ковриком у входной двери и при этом скажите обязательно такие слова путь свой дом деньгам указала чтобы быстрее ко мне приходили радость собой приносили чтобы многое себе позволить могла и никогда с ним проблем не знала я так благодаря этому денежная энергия будут находиться в постоянном движении деньги будут быстро возвращаться в дом но если у вас имеются денежные трудности чтобы от них с легкостью избавиться проделайте этот ритуал в полнолуние перед этим подержав лавровые листья на подоконнике на протяжении 7 минут это быстро избавит вас от любых проблем существует еще один из ритуала с помощью которого можно достичь желаемого богатства для этого из пачки листья нужно выбрать три больших целых листа на тыльной стороне каждого из них нужно красным фломастером или ручкой написать свое желание только делайте это осторожно чтобы не повредить лист иначе он утратит свою силу например хочу стать богатой или хочу такую сумму денег это может быть покупка например жилья машины красивые какие-то вещей техники и так далее только учтите что желание должны быть реальными они какими-то фантастическими ну например хочу миллион или хочу отправиться на марс или на луну или отправиться туда не знаю куда так не должно быть иначе ваши желания не только не исполнится а еще смогут привлечь в вашу жизнь нежелательные последствия и можно потерять даже что то что вы имеете на данный момент очень правильно если вы начнете загадывать желание проводить практики самого маленького но например например вы можете загадать себе желание чтобы купить например хоро красивое платье как только вы прочувствуете что вас это получилось загадайте следующий уровень желания пример себе купить какую-то красивую сумку далее у вас начинает получаться подумайте о том возможно что-то вы хотите для дома это может быть что-то из бытовой техники это может быть мебель это может быть что-то из вещей то что действительно нужно но когда вы загадываете желание вы не должны загадать желание на что-то дешевое то есть ну например холодильники из разных марок да но самый хороший холодильник да и допустим он стоит определенную сумму денег но по таким же функциям если дешевый холодильник но у него проблемы могут быть с электричеством то есть нет экономии да он гудит сильно и так далее это он не так замораживает да нет сухой заморозки много можно говорить функциях так вот возьмите под сначала пройдитесь по магазинам и поймите какой вам холодильник нужен сколько он стоит и после этого за года загадывать эту сумму которая вам действительно нужно помните о том что как только вы загадали вы должны начать думать о том и как вы уже можете это реализовать например вашей жизни может появиться дополнительный заработок возможно вам вернут долго которым вы уже просто забыли возможно вам кто-то подарит такой холодильник кто-то щас улыбнет скажет боже такие подарки не дарят вы знаете вселенная она достаточно безгранична в своих возможностях и как она это сделает это не ваша задача ваша задача дать знаете как отправить правильный посыл и в этот момент как только вы отправляете посыл вашей жизни на энергетическом плане начинает происходить знаете как начинают крутиться определенные шестеренки которые начинают закручивать другие шестеренки и вот знаете если так это себя представляет и начинают проследить определенные процессы и если вы возьмете любой ситуации разложите по полочкам то вы увидите чтобы иногда чтобы произошло вашей жизни нужно чтобы вселенная отработала несколько вариантов или допустим вы хотите устроиться на работу но у вас это не получается потому что ну например только можно попасть в эту компанию поле допустим лично какой-то просьбе или до дать какую-то рекомендацию но вам ни с того ни сё попадается человек который имеет связь с самим генеральным директором то есть это может быть знакомый друг подруга и так далее и вы просите замолвить за меня словечко или я вот такой вот прекрасный чудесный специалист можно ты обо мне расскажешь и я обязательно любое время готов прийти на собеседование и вселенного даже вот так вот и вы встречаетесь общаетесь и действительно у вас все получается поэтому никогда не зацикливайтесь на том что если вы задумали деньги то вот именно деньги от пачка денег вам придет прямо кто-то пола покладет на стол так не бывает ваша главная задача поставить и идти вот найти шаг за шагом и так вот купите красный воздушный шар наполненный именно гелием и привяжите к нему ваши пожелания снова таки красной нитью отпустите его в путешествие очень важно отправлять вот такой вот шар со светлыми помыслами желательно в солнечный день со словами вселенная посылы мои услышь на них отреагируют деньги мне заработать помоги на правильный путь меня подтолкни и 70 что желаю жизнь мою наполни и если ваши желания шли от чистого сердца то вскоре вы увидите какие положительные изменения начнут происходить вашей жизни за все хорошее не забывайте благодарить и с радостью принимать свою жизнь пусть даже изначально это будут не самые большие суммы денег помните об этом многие хозяйки кладут лавровый лист суп или в другое блюдо но не все знают о народной примете к чему попавшийся в тарелке листик лавра ведь он своим появлением указывает на определенные события в жизни которые ждут того кому он попался главное из них появление денег это значит что очень скоро данный человек получит денежное прибавление это может быть например повышение зарплаты это может быть премия это могут быть деньги полученные от удачной продажи какой-либо например вещи это может быть и выигрыш в лотерею это наследство и так далее знаете лавровый лист часто используется и в ритуалах связанных с исполнением желаний один из самых простых но действенных ритуалов это взять в ладошки целый лавровый лист согреть его а затем потереть между ладоней когда почувствуете аромат вдохните его глубоко трижды и задумать в этот момент свое желание при этом вам никто не должен мешать визуализировать вы можете проговаривать ваше желание вслух представляя себе как она воплощается в жизни в скором времени вы заметите что она начнет сбываться если вы желаете чтобы в доме был достаток удача сопутствовала вам то сделать и бусы из лавровых листьев повести к спальне это возьмите две нитки одну красного цвета другой зеленого и для этого ритуал лучше всего взять свежие листья если такой возможности нет купите новую пачку выберите самые красивые и на красную нить на низовая листья загадывайте желание связаны с деньгами с работы с торговлей а на зеленую связано с благополучием с успехом любовью когда будете нанизывать листья вы должны находиться обязательно хорошим наста настроение также проговаривайте желание вслух ясно и четко энергетика листьев нити переплетит в одной нити переплетется с энергетикой другой нити и создастся крепкий энергетический посыл благодаря ему ваш посыл будет услышан вселенной ваш дом наполнится всем тем что вы пожелали себе делать это ритуал лучше всего в полночь и зажженная белая свеча поможет вам вашей работе наделяя ваши желания энергетикой исполнения а если написать свое желание на листике лавра а потом сжечь при помощи белой свечи то она обязательно вам исполнится но чтобы работа радовала вас заплата вас устраивала проделайте следующую практику возьмите лист белой бумаги напишите на нем желание красной ручкой затем разрежьте лист на мелкие кусочки смешайте с лавровым листом смешивая проговариваете проговорить от души то чтобы вы хотели притянуть свою жизнь это чтобы вы хотели изменить или улучшить затем возьмите посудину можно даже пепельницу подожгите все это и когда сгорит пепел заверните в купюру и используйте как талисман храня на работе и он будет помогать вам получать желанное в жизни вот такими сильными свойствами обладает обычный лавровый лист помните об этом используйте обязательно в своей жизни притягиваясь его помощью в свою жизнь и благополучие материальный достаток и денежную энергию обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация действительно поможет и возможно кому-то замотивирует а возможно кому-то поможет с вами это был канал за тарика для тебя подписывайтесь и мы с вами уже услышимся буквально в следующем видео